Десна-ТВ Ил-2 нужны Красной Армии как хлеб, как воздух. Восстановить легенду. Реставрация боевого самолёта времён Великой Отечественной войны. У нас сегодня такая творческая смена. У нас сегодня много талантов. И каждый из вас талантлив. И каждый ещё не раз слышал талант. Вместе работаем, вместе отдыхаем. Открытие лагерной смены в трудовом лагере Круто. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель правительства Дмитрий Медведев одобрил проект по строительству частной автомагистрали «Меридиан». Дорога позволит привозить грузы автомобильным транспортом от Шанхая до Гамбурга. Помимо Смоленской области, магистраль будет проложена по территориям ещё восьми субъектов Российской Федерации. Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и Брянской областей. Её эксплуатация планируется на платной основе. Дорога строится без привлечения средств федерального бюджета, исключительно за счёт частных инвесторов. Сроком реализации проекта значится 2024 год. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 июля состоялась очередная 68-я сессия Десногорского городского совета. Какие вопросы были на повестке дня, смотрите в сюжете. Депутаты начали свою работу с рассмотрения вопроса о награждении благодарственными письмами. Комитет по образованию Десногорска предлагает наградить трёх работников образовательной сферы. Аппаратом Десногорского городского совета представлены документы, проверенные документы соответствуют всем нашим нормативным требованиям. Данный вопрос был рассмотрен на комиссии по социальным вопросам. Решение по этому вопросу было принято положительное. Следующий вопрос касался изменений в бюджет муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года. Предлагаются к утверждению доходов в сумме 530 миллионов 747 тысяч 379 рублей 88 копеек. Расходы в сумме 552 миллиона 247 тысяч 379 рублей 88 копеек. Дефицит в сумме 21 миллион 500 тысяч рублей. При этом общие доходы предлагаются к увеличению на 7 миллионов 764 тысяч рублей. Благодаря этому было предложено увеличить программу образования, культуры и программу развития дорожно-транспортного комплекса. Кроме этого, увеличены расходы на обеспечение пассажирских перевозок в муниципалитете. Контрольная ревизионная комиссия констатирует о том, что замечания отсутствуют. Предлагаемые проектом решения изменений в местный бюджет носят достоверно обоснованный характер. Проект изменений в местный бюджет текущего года был рекомендован к рассмотрению. Документ общим голосованием был принят за основу. За три года продуктового эмбарго было уничтожено более 26 тысяч тонн санкционки. При этом большинство продуктов было пригодно к употреблению. О цели сообразности уничтожения продуктов задумался Роспотребнадзор. Ведомство уже направило соответствующее прошение в Совет по правам человека при президенте. Интересно, что общественность уже обращалась к властям. Но предложение запретить уничтожение продуктов было отклонено. Власти сослались на небезопасность такой продукции. Продуктовый эмбарго действует в отношении ряда продуктов из США и стран Евросоюза с 2014 года. А с 2015 года указом президента России продукцию начали уничтожать. Летающий танк, бетонный самолет и, наконец, Черная смерть. Все это прозвище советского боевого самолета Ил-2. Найденный экземпляр штурмовика сейчас восстанавливают в Десногорске. О тонкостях трудоемкого реставрационного процесса смотрите далее. Все эти артефакты – результат долгого и кропотливого труда энтузиастов своего дела. Поисковый отряд «Обелиск» буквально по крупицам восстанавливает панорамы сражений Великой Отечественной войны. Части машины и оборудования, элементы снарядов и останки бойцов извлекаются буквально из небытия. Двигатель поднят с 9-ти метровой глубины. Был он в глине. И за счет этого состояние двигателя просто идеально. При подъеме двигателя с него выливалось масло. Это двигатель от советского самолета Ил-2. Штурмовик до сих пор является самой массовой боевой машиной в истории авиации. С 41-го по 45-е годы было выпущено 36 тысяч штук. Самолеты Ил-2 нужны Красной Армии как хлеб, как воздух. Говорилось в телеграмме Верховного Главнокомандующего. Через два месяца началось производство боевых самолетов. Сами конструкторы называли свою разработку не иначе, как летающим танком. Через некоторое время один из экземпляров легендарного штурмовика найдет свой покой и в Десногорске. Совет однозначно принял единогласное решение, что нужно реставрировать и он будет у нас на Кургане Славы. В 2016 году при поддержке концерна Росэнергоатома, Смоленской АЭС и администрации города была дана жизнь новому проекту. Штурмовик Ил-2 должен стать частью экспозиции музея под открытым небом на Кургане Славы. Именно эта машина была найдена поисковым отрядом «Обелиск» в болотах Калужской области в 2015 году. Свой последний бой машина завершила относительно благополучно 20 августа 1943 года. Двигатель был поврежден в бою неприятелем, но это не помешало экипажу совершить удачную вынужденную посадку шеститонной машины. Есть описание его ведомого. Когда он садился на болото, он прикрывал его от мессера, потому что мессер пытался добить этот самолет, в общем, пытался добить экипаж. Но в итоге, так сказать, нашим ребяткам удалось вернуться в часть буквально спустя двое суток своим ходом. Найденный экземпляр покоился в заболоченной местности. За многие десятилетия природа и мародеры сделали свое дело. Машина лишилась двигателя. Многие детали были украдены или пришли в негодность. Вот досюда, отсюда, ничего не было. Низ тоже ничего не было. Все колотое, все разбитое. Мы потом можем туда занырнуть, посмотреть, там сварных швов просто очень вуйма. Здесь, получается, вот эта вот часть тоже она была отсоединена и она тоже ломаная на сварных швах, то есть сейчас у нас. Самолет создается по крупицам. Крупицам, оставшимся от этого и от других Ил-2. Работы проводятся по подлинным заводским чертежам. Здесь вот дальше у нас можно смотреть. Сейчас, секундочку. Это уже дальше, опять-таки, сам по себе центроплан идет. Чертежи, конечно, разобраться сразу невозможно. Нужно образование. Вот. Клепка, шаг, соответственно, размеры. Самое главное – это были для нас полностью, так сказать, выдержать размеры. Реставрация – это трудоемкий и кропотливый процесс. По силам он только профессионалам и фанатам своего дела. Когда Ил-2 поднимется на постамент на Кургане Славы – пока вопрос. Но то, что это произойдет, никто не сомневается. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Знать о преступлении и не сообщить об этом в правоохранительные органы – за это в скором времени будет полагаться наказание. Статья о несообщении о преступлениях дополнит 31 главу Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказанием будет штраф до 100 тысяч рублей, либо до 12 месяцев принудительных работ, либо до года тюрьмы. Документ размещен в Думской электронной базе и уже внесен в Нижнюю палату Российского парламента. Свою инициативу авторы объясняют множеством случаев, когда о готовящихся преступлениях было известно заранее. Но свидетели не обращались в полицию, что приводило к трагедии. В России можно работать детям с 16, а иногда и с 14 лет. Как это делать законно, сообщил Роструд. Так, 15-летние подростки могут быть привлечены к выполнению легкого труда. А если ребенок еще учится, трудовая деятельность должна быть только в свободное от уроков время. 14-летних детей тоже можно привлечь к работе, но для этого уже потребуется разрешение одного из родителей или органов опеки. Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах и представлениях. Главное, опять же, без вреда для здоровья и нравственного развития. А рабочая смена для них не должна превышать 4 часов в день. 12 июля в Десногорске состоялось открытие очередной смены в лагере «Круто». Несколько лет подряд на базе первой школы формируются трудовые отряды школьников, которые отдыхают и работают вместе. На открытии побывала и наша съемочная группа. Впереди у ребят ровно 21 день отдыха и столько же трудовых будней. Они успеют отдохнуть, применить свои навыки и подзаработать. Почти неделю воспитанники лагеря готовились к открытию смены, чтобы порадовать гостей своими творческими номерами. Среди приглашенных был и глава Десногорска Андрей Шубин. Он поздравил трудовую молодежь с началом смены. Я хочу пожелать, чтобы вы отлично провели смену в вашем лагере «Круто». Я думаю, что само название «Круто» говорит о многом. Набраться вам сил, получить приятные эмоции, впечатления, ну и подготовиться к новому учебному году. Этим летом в лагере «Круто» сформировалось три отряда. К названиям отрядов ребята подошли очень творчески. Орлы, орел, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Отряд «Динамит», волосы дыбом, глаза из орбит. Это веселый отряд «Динамит». И третий отряд «Чудеса», девиз которого – ветер дует в паруса, юность верит в чудеса. После представления лагерных отрядов началась концертная программа. Очень яркие, зажигательные и совсем не детские песни, танцы и фокусы продемонстрировали ребята в тот день. Нас в пучок не в море, но мы оттуда, оттуда забегаем, что мы копьем в крючки стыд. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На протяжении всей смены с воспитанниками «Круто» занимаются педагоги и работники первой школы. Они не только направляют энергию ребят в правильное русло, но и во всем их поддерживают. Поэтому каждый день в лагере – это новые события и новые эмоции. Но в лагере есть свои правила и нормы. Записавшись в трудовой отряд, ребята должны выполнять некоторые обязанности, за которые они получат и материальное поощрение. Сначала трудовой отряд приходит, зарядка, после зарядки идут столовые у всех. После столовой где-то полдесятого трудовой отряд идет работать, а отдыхающие отдыхают. Мне нравится отдыхать, нравится на мероприятиях ходить, веселиться, играть. Открытие смены в лагере «Круто» прошло по-настоящему круто. А следующее значимое событие состоится уже совсем скоро. Это традиционный футбольный матч между командами ОМВД по городу Десногорску и лагерем «Круто». А пока ребят ждут многочисленные тренировки и подготовка к матчу. Виолетта Ефименко, Андрей Умников, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленском регионе с начала июля началась активная волна поступления в ВУЗы. Выпускники получили результаты ЕГЭ и теперь штурмуют приемные комиссии. Пока самые популярные направления – это юриспруденция, экономика и иностранные языки. При этом минимальная стоимость года обучения на очном отделении составляет 102 980 рублей. Это за педагогическое образование. Кстати, минимальную стоимость для каждой программы определяет Министерство образования Российской Федерации. Немалый интерес к медицинским профессиям. В фаворитах у абитуриентов – лечебное дело, стоматология и относительно молодое и перспективное направление – медицинская биохимия. В профильный институт к началу июля уже подано более тысячи заявлений. И о погоде. 17 июля в Десногорске пасмурно и возможен дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 15. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadofestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вел Олег Соловьев. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова